В эфире программа ЖЗЛ, меня зовут Александр Гаврилов. Мы говорим здесь о исторических героях. А что они такое на самом деле? Что мы знаем о них? Где правда истории, а где красивые вымыслы? Как правило, то, что мы знаем о легендарных героях прошлых веков, красиво, складно и работает на них. Но правда ли это? Сегодня мы попытаемся разобраться с биографией реального замечательного человека Жанны Дарк. Орлеанская девственница без страха и упрёка. Прекрасная легенда, ставшая историей. Голос бога в женском обличии, закованном в мужские доспехи. Одержимая фанатка, готовая на всё ради свободы своего народа. Простая дева со знаменем наперевес, вдохновлявшая полки своими речами. Гениальный полководец, оплакивавший поверженных врагов. Заговорщица, интриганка и мистификатор. Мученица за веру, преданная собственными соотечественниками. Колдунья и еретичка, ставшая святой спустя пять столетий. Невинная жертва политического процесса. Икона современных феминисток. Национальная героиня Франции, чьё пылающее сердце горело ярче огня инквизиций. Тут многое из того, что мы привыкли знать об этой национальной героине Франции. Мифы эти, как обычно, чрезвычайно противоречивые. Мы хотели бы обсудить их с нашими гостями в студии. Сегодня это Елена Браун, историк. И Андрей Буровский, писатель. Правильно, Андрей Буровский? Скорее и учёный, и писатель одновременно. Что такое Жанна Дарк? Откуда взялась эта дева, которую длительное время и именовали безо всяких имён и тем более титулов, просто дева? Лен, откуда берётся этот человек и откуда берётся этот герой? Если мы говорим о том, откуда она взялась в истории, то до 16 лет Жанна была абсолютно обычной крестьянской девушкой. И когда на процессе уже по её реабилитации опрашивали её односельчан, их, что называется, резюме о Жанне Дарк заключалась в словах «такая же, как все, такая, как другие». Точно так же, как и другие девушки. Она посла скотину, ходила за плугом. Она прила, откала, занималась обычной крестьянской работой. Но с 13 лет, как говорила сама Жанна, ей являлись божественные голоса, которые заверяли её, что её миссия — спасти Францию. А Франция ведь на тот момент действительно находилась в большой опасности. Шла столетняя война. Да, и большая часть Франции уже была завоёвана англичанами. Более того, английский король Генрих V стал одновременно и французским королём. А его сын Генрих VI, вот на тот момент, это король-младенец. Но, тем не менее, он в Париже был коронован как бы на двух престолах. То есть он одновременно и король Англии, и король Франции. А тот, кого Жанна называла настоящим французским королём, наследник престола, будущий монарх Карл VII, он пребывал на севере королевства, и силы его на тот момент были, пожалуй, меньше, чем силы англичан и их союзников-бургундцев. Потому что на тот момент Бургунди — это почти независимое герцогство, союзница Англии. То есть Франция действительно в очень тяжёлом положении. И вот с 13 лет этой девушке начинают являться святой Михаил, святая Екатерина и святая Маргарита, и убеждать её... Какая компания прекрасная. Ну, тут всё просто. Святой Михаил — это покровитель французского царствующего дома, династии Валуа. Святая Екатерина — это покровительница молоденьких девушек. Поэтому вполне естественно, что Жанна её избрала. А вот святая Маргарита — это самый интересный персонаж из этой тройки. Потому что это не та святая Маргарита, которая мученица первых веков христианства. А в средние века была известна ещё одна святая с этим именем, которая поступила почти так, как впоследствии поступила Жанна. Для того, чтобы сбежать немилого брака, эта святая Маргарита остригла волосы, облачилась в мужской костюм. И пошла воевать? Ну, воевать она не пошла, но она сбежала из-под венца, и вот всю оставшуюся жизнь она пребывала в мужском монастыре, в мужском обличье, и только перед смертью открыла свою тайну. Андрей, откуда берётся девушка Жанна, которая идёт к своему королю? Плюс-минус понятно. А откуда берётся вот этот... Начнём с того, что ничего не понятно. Всё сказанное сейчас чистейшего дымю. Так. Абсолютно во всех пунктах. Хорошо. Для начала давайте выясним, откуда взялась реальная историческая Жанна. Так. Потом уже выясним, откуда взялся миф о ней. Нам сейчас... Слушаем вашу версию. Это не моя версия, это факт. Так. Итак, первое. Не было никакой Англии и Франции. Для начала. В смысле? Нет, территория была, но народа не было. Не было французской нации, не было английской нации. А что же было? Была династическая война. Над хаосом разных территорий, которые очень причудливо объединялись и распадались, на территории бывшей Римской империи. Ну, так. И родилась туда, родилась туда ценнейшая идея. Это понятно. Идея была тысяча лет назад. Да. Правильно. Нет, окей, окей. Нет, окей, окей. Андрей, нет, это понятно. Нет, нет, нет. Возникла очень интересная вещь. Возникла идея суверенитета нации. В огне абсолютно династической войны. Чисто династической. Хорошо. Нет, давайте все-таки ближе к Жанне. Так что исторический контекст плюс к без понятия. Нет, без этих деталей будет непонятно, куда взялась Жанна. Угу. Итак, шла династическая война. Так. Кому править? Народыш будущей французской нации. Некая совокупность налогоплательщиков, подчеркиваю, налогоплательщиков. Угу. Не просто людей. Так, так. Которые имеют свое мнение о том, кто может сидеть на престоле. Так. Так. Я говорю, что политика этого сидящего на престоле. Так. Долгий рассказ года прошло. Это отдельный момент. Теперь у самой девушки Жанни, появившейся в этой ситуации. Угу. Дело в том, что очередной король Карл, страдавший галлюцинациями, его брат Людовик Орлеанский, имел очень дудливую жену, Изабеллу Баварскую. Это мир. Из их 12, неправда. Из их 12 детей, только четверо вполне определенно были детьми короля. А по поводу остальных шло в выяснение. До сих пор было не понятно. Они дети Людовика Орлеанского. Или некого мелкого дворянина. Фаворита. Тоже частая история. И вот Жанна Д'Арк, обратите внимание, крестьянская девушка, у которой дворянская фамилия, уже забавно, правда? Она не дворянская на тот момент. Д'Арк, простите. В то время... Из Арка. Да, Из Арка обозначала по отношению к представителю любого сословия место происхождения. Почему же она была и Орлеанская, и называли самостоятельно. Мы в прямом эфире... До появления. Я прошу всех зрителей писать нам на форум и звонить, потому что вот этот вопрос, о том, была ли Жанна простолюдинка или аристократка, он постоянно дискутируется. Звоните нам, ваши версии и ваши доказательства. Потому что... Дальше все просто. Возникает мерзейшая девочек ситуация. Король за два года своей смерти обнаруживает, что он не знает, кто же, собственно говоря, возедет на престол. Его сын. Сын его брата незаконный или вообще неизвестный год дворянина. Так. Он, недолго думая, предлагает предать наследование французским королевствам, своему дальнему родственнику, британскому, английскому королю. Боже мой, как это далеко от истории. В этом случае все объединяется. В этом случае война заканчивается блистательно. Прекрасная девочекская свара объединения королевствами. Простите, но согласиться не могу категорически. На форуме спрашивают. Андрей, вот мне кажется, что как раз самое время задать вопрос, который был задан на форуме. Какие сохранились документы того времени, что мы можем знать, не была ли Жанна Дарк вовсе, была ли Жанна Дарк вовсе в истории или это выдумка. Но документов довольно много. Документов масса самых разнообразных. И британских, и французских, и бургундских, и других. Британские здесь довольно далеки. Это слухи о слухах. Мы должны полагаться в первую очередь на французском. Участники событий писали их. И главные документы, о которых мы можем говорить, это протокол инквизиционного процесса Жанны Дарк. Они, кстати, изданы на русском языке. То есть здесь мы слышим голос самой Жанны. Конечно, в переводе, потому что допрашивали ее по-французски, а записывалось все это по латыни. Но, в принципе, это не очень страшно. То есть главное, что мы можем услышать ответы самой Жанны на этот вопрос, на все вопросы, которые ей задавали. И потом был реабилитационный процесс. В 1456 году Жанну реабилитировали. И материалы этого процесса тоже изданы. Опрашивалось множество свидетелей, в том числе большинство участников событий, жители деревни Домрыми. Словом, все люди, на мнение которых действительно можно полагаться. Ну и множество хроник того времени существовали. Хроники, посвященные полностью Жанне, в других она упоминалась. Но вот материалы инквизиционного реабилитационного процесса, это самое важное. Хорошо, то есть мы знаем, у нас есть некоторые источники, чтобы твердо что-то о ней говорить. У нас есть телефонный звонок. Алло, здрасте. Представьтесь, пожалуйста, сразу говорите. Меня зовут Анастасия. Я хотела бы на вопрос Жанны, надо так кратко ли просто людинкой. Я почему-то думаю, что она должна быть просто людинкой. Потому что если бы она была аристократкой, раз бы она наладила такой контакт с солдатами, раз бы они ее так полюбили, аристократку. Она же из другого москве была бы сделана. Ничего бы не любит. Да, интересно. Спасибо, спасибо, спасибо. Можно задать вопрос слушательницы. Странно, почему русские солдаты так любили Суворова и Кутузова, они были аристократами? Удивительно. Да и сами солдаты совсем не всегда были крестьянского сословия. Тем более в 15 веке. И тем более во Франции. Нет, ну вы знаете, просто спор об этом он шел активно. В 19 веке очень многие маститые ученые спорили, была ли Жанна аристократкой или простолюдинкой. Но где-то еще к 50-м годам 19 века было окончательно установлено, что была она простолюдинкой. Потому что здесь, наверное, самой Жанне нужно поверить. А она всегда говорила, что отец ее Жак был сельским старостой, что мать ее Изабелла была самой простой женщиной. Еще она обращалась к королю братец. Если вы помните. Это не имеет значения. Хорошо, Андрей. Это принципиально важно. Ровно по причине. Я начал говорить о той ситуации в династической. И французская нация, нарождавшаяся, не хотела передать престол английским родственникам. Так, так. Но нужно было убедить будущего Карла VII в том, что он действительно сын Людовика Орлеанского, имеет право на престол. И вот тут-то к девушке, воспитывающейся довольно далеко, на границе с тогдашней Баварией, послали с тем, чтобы она смогла убедить в том, будущего короля, что он имеет право на престол. Что они оба дети Людовика Орлеанского. Что она сделала. Вы знаете, эта версия появилась в конце 15 века. Более чем через 50 лет после смерти. Подобно. А ваша версия просто трудилась. Вы руками Мишле. В 30-е и 40-е годы. Да ну бог с вами. Сама Жанна об этом говорила. Почему мы должны не верить ей? Жанна этого не говорила. Но она же называла своих родителей. Правильно называла. Очень четко и ясно. Причем предельно определенно. Больше того. Что это Жанна и Изабелла. Изабелла Ромы. Нет, Изабелла назвала другое, так сказать, династическое прозвище. Изабелла, вы правы. Изабелла Ромы – это мать Жанны Дарк. Прозвище Ромы означает римлянка. Она совершила паломничество в Рим. Та мама, которой ее отдали, чтобы скрыть. Андрей, а на чем... Скажите, вот когда Лена говорит о, так сказать, истории той Жанны Простолюдинки, она основывается на допросах, на инквизиционном процессе и на реабилитационном процессе. А когда вы говорите о том, что она дочь Людовика Орлеанского, что она дочь Изабеллы Баварской, что она сестра будущего короля, сестра Дофина, вы основываетесь на каких документах? Вот я-то основываюсь на документах этого времени. Каких? Великое множество существует писем, показаний, историй, хроник, самых разнообразных. Почему же маститым историкам о них практически ничего не известно? И Политетен, насколько мне известно, является маститым историком. Один из знаположников школы анналов, правильно? А вот Мишле является, по словам Полита Тенна, большим поэтом. И написал не историю Франции, а эпическую поэму. Ну, при чем же здесь Мишле? Мы же должны полагаться на документы. Потому что именно он рассказал сказку о Жанне-простолюдинке и с очень понятной целью. Сказка о Жанне-простолюдинке, как вы ее называете, появилась тогда же, когда появилась сама Жанна. Нет. Появилась идея народного вождя. Это разные вещи. Более того, в 15 веке народный вождь и должен был иметь не просто дворянское, а аристократическое происхождение. А вот в 19 веке, после кошмарного события, я предлагаю в этот спор концепции внести еще третью точку зрения. У нас есть возможность обратиться к эксперименту, к нашей лаборатории Spirit.net, которая выходит на связь с информационной матрицей, с тем, что остается в информационной среде от ушедших героев прошлого. Но Григорий Кулагин-Бобров сейчас попытается для нас разговорить с Жанну Дорк. Бонжур, уважаемая Жанна. Архангел Михаил Павелевай, я трепещу и внемлю. Ой, а как-то я не подумал. Жанна, подождите, не бойтесь. Фуф, то есть вы не Архангел Михаил. Я поняла, вы алхимик. Или, может быть, вы в сношениях с дьяволом состояли? Или до сих пор состоите? Ну, к сожалению или к счастью, нет. Я Григорий Кулагин-Бобров, старший научный сотрудник лаборатории. Святой Григорий, Павелевай, я трепещу и внемлю. Да, лучше просто мсье Григорий. Ладно, воля ваша, Павелеваю. Скажите, в каком возрасте вы впервые со святыми и небесными архистратигами разговаривать начали? Я была невинным детём 13 лет от роду, когда голос впервые с ней зашёл до меня. Он как будто обволакивал всю мою сушность, заливал мои глаза, этот неземной непередаваемый свет. Со временем голос проявлялся уже 2-3 раза в день. Мадам Жанна, я вас прям понимаю, тоже в силу профессии постоянно голос в ухе слышу. Правда? Как интересно, мсье Григорий, как здорово, это просто здорово. Вы знаете, я довольно скептично отношусь к этой истории с голосами. Но, может, это просто галлюцинации были? Или это вам дьявол нашёптывал? Может такое быть? Знакомые вопросы. Кажется, я уже отвечала на них когда-то. Я не была сумасшедшей, если вы хотите это знать. Сумасшедшие так последовательно и логично себя не ведут. Ну, вот это вот всё объясняет, конечно. Посоветуемся со студией. Спасибо большое, Григорий. И вот Жанна, информационный двойник Жанны, утверждает, что сумасшедшей она не была. А что? Религиозный фанатик? Ну, странное дело. Почему-то её дядю и её брата, её отца, простите, Людовика Орлеанского, называли безумными ещё при жизни. Людовик Орлеанский был абсолютно здравым умем. Вы, видимо, устойчиво помните его с Карлом Шестым, который в самом деле считал себя стеклянным сосудом. Карл Шестым не только заговаривался. У него было много других странностей. Да, да, да. Карл Шестой был абсолютно сумасшедший. Ну, не абсолютно, он не сразу сумасшедший. Что вы? И голоса ему слышались постоянно. А галлюцинации были у Людовика Орлеанского, который и передал... Который не имел никакого родственного отношения к Жанне Дарко. Который был её папой, скорее всего. Это неправда. Хотя, может быть, это... Почему неправда? Потому что мы с вами об этом уже говорили. Её родители были крестьянского происхождения. Это поздние вы думки. Я опираюсь на документы. Вы опираетесь на документы, которые вы почему-то не хотите назвать. Будьте любезны, укажите, какие именно документы. Вы опираетесь на сказки, сочинённые французскими демократами 19 века. Вы крайне заблуждаетесь. Я как профессиональный историк могу опираться только на данные исторических источников. А на сказки... Их просто нет, да. Та концепция, о которой вы говорите, это и есть. Самая отвратительная сказка. Они имеют никакого отношения к Жанне Дарко. Видите ли, обе сказки о Жанне неотвратительные. Они просто принадлежат разным эпохам. Вот и всё. Ну, вы просто... В любом случае... В вашей сказке собраны подробности, которые не порадовали бы не только саму Жанну, но они и... Не порадовали многих членов правящей династии, несомненно. Но смесь отмесят одну самую важную вещь. Хорошо, Лена, погодите. Погодите. Вот, ну, так сказать, та сказка, которую рассказывает Андрей, да, даже если она не рифмуется с данными двух процессов, она делает понятным... Со всеми остальными документами она тоже не рифмуется. Хорошо. Вы понимаете, если мы возьмём любую французскую правду... Но она делает понятным ответ на тот вопрос, который иначе застревает у каждого, кто думает о Жене Дарко в голове. Почему для этой крестьянской девочки спасение страны, которая, в общем, ну, представьте себе жизнь крестьянина, да, где ему страна, тем более... Но вот для неё-то как раз страна была близка. Такая дробная, как Франция к 15 веку. Почему спасение страны стало для крестьянской девочки существенной частью её жизни? Ну, на самом деле, именно та деревня, где жила Жанна, деревня Дом Реми, она и делала её жителей так называемыми настоящими природными французами. Они сами себя так называли. Это граница с Бургундией и Лотарингией. То есть постоянно союзники англичан совершали набеги на эти территории. А наоборот, правящая династия, династия Валуа, представлялась как спасение, как единственный такой гарант стабильности, порядка. Поэтому практически все жители этой деревни, за исключением одного человека, которого там крайне не любили, придерживались именно таких политических взглядов. И когда Жанну спрашивали, и жители её деревни спрашивали, что они думают об англичанах и о бургунцах, очень лояльны в остальных высказываниях Жанна, тем не менее, не раз намекала на то, что, по её мнению, их место в аду. И что все англичане должны быть изгнаны с территории Франции, с исключением тех, которые погибнут. Хорошо. Мы в прямой эфире, у нас есть телефонный звонок. Представьтесь, пожалуйста, и сразу задавайте вопрос. Здравствуйте, меня зовут Полина, я из города Москвы. У меня такой вопрос. Скажите, как вы думаете, а Жанне вообще не было страшно одной среди рот и солдат? Всё-таки такая толпа мужиков и одна девушка. Спасибо большое. Если бы она была крестьянской девушкой, возможно, она бы испугалась. Но да, моё происхождение привыкло к эскорту вооружённых мужчин. Есть и другое объяснение, не исключающее её, возможно, неблагородного происхождения, если уж вам так угодно. Жанну не воспринимали как девушку. Дело в том, что она себя позиционировала вне половой структуры. Она себя позиционировала как святую, как посланницу неба. И не случайно она надела мужской костюм именно тогда, когда она впервые официально с этой миссией выступила. То есть первый раз она пришла в соседний город в окулёр в женском платье. Её там не приняли, она переоделась в мужскую одежду для того, чтобы показать вот этот вот выход за рамки стереотипов. Трансвестит. А есть ещё верность, что я была просто гермафродитом. Да, есть такая версия. Девственность, как же с этим быть? Четверо дам проверяли и выяснили интереснейшую вещь. Не только, что она девственница, но делали интересное уточнение. Не способна к нормальным сношениям. Как интересно. А почему это ни в одном документе эпохи не отразилось? Отразилось. И, кстати, в инквизиционном документе из-за этого трибунала обоих и реабилитационно-обвинительном они принимали документы во внимание. Но самое интересное, что? Что происходит на самом деле? Самый важный, пожалуй, момент. В огне столетней войны и правда родилась совершенно другая Франция. Уже не династическая и феодальная. А Франция нового времени. Франция французского народа, если угодно. И Жанна Д'Арк, независимо от того, кто она, дочь рыбака или короля, она сумела лечь в эту матрицу вождя этого народа. Вот того самого народного вождя, о котором мы говорили. Другое дело, что понятие народного вождя в 15 столетии и отношение к бастардам в 15 столетии было одним, а в 19 столетии стало другим. Это мы говорим, так сказать, о мифе Жанне. А вот человек Жанна. А вот человек Жанна. Вот, например, это единственное прижизненное изображение. Кстати, интересно, что художник здесь старательно подчеркивает ее женственность. Этот художник ее никогда не видел. Да? Ну, вообще, Жанну влюблялись очень многие. Интересная вещь. В Жанну было влюблено несколько очень крупных людей. Включая Жиле Дере, Жиле Далаваля, знаменитый про образ синей бороды. Кто, кстати, никогда не был виновен в преступлениях и приписанных ему. Это отдельный момент. Но он все же был в нее страстно влюблен. Помогал ей активно и реально разорился до конца. Уже поддерживая войск. Да, когда он уже был давно замужем. Ну, после фиктивного сожжения, когда, кстати, другая женщина. Когда мы еще вернемся. И он поддерживал уже тогда. И до конца. Ну, вот смотрите, всякий раз, покуда мы разговариваем, нам на экране прокручивают изображения Жанны Дарк разных эпох. Да, интересно, что в каждой эпохе, каждая эпоха присваивает себе Жанну. Мы видим череду совершенно непохожих друг на друга женщин, которых, правда, объединяет исключительная женственность, вон что-нибудь такое, да, исключительная ранимость, исключительное такое страстное горение духа. Вот, замечательно, спасибо большое за то, что все мои тезисы. Просто формы этого горения бывают соответствующие представления после. Если позволите, я бы подключил еще одного историка к нашему разговору. Сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Ольгу Тогоеву. Ольга, здравствуйте. Феномен Жанны Дарк, ее необычайная мужественность, естественно, порождали слухи о том, что, в общем, она вроде бы и не женщина. Приводятся всякие разные версии, вплоть до каких-то медицинских диагнозов. Ваше мнение по этому поводу? Здравствуйте. Идея Ефраимсона о синдроме Моррисона, Морриса, пардон, или о том, что Жанна Дарк была шизофреничкой, или о том, что она страдала анорексией, и из-за этого у нее случились некоторые сдвиги в сознании. Подобные идеи, они не относятся даже к тому, что мы называем легендами о Жанне Дарк. Это не совсем правильно, это не научно. Мы ничего не можем сказать по этому поводу точно, поскольку у нас нет объекта наблюдений. Жанна Даркова, в общем-то, умерла в 15 веке, и поэтому ее состояние здоровья для нас навсегда останется загадкой. Единственное, что мы знаем, это правда, действительно, об этом сохранились источники, что у нее не было месячных. И этот факт отмечен просто в источниках, людьми, которые с ней постоянно вместе находились, в частности, ее оруженостом, который, как никто другой, знал особенности ее тела и находился с ней постоянно в военных действиях и в лагере военном. Спасибо большое, Ольга. Вот все-таки женщина или не женщина, мужественный герой или гермафродит, да, все равно остается какая-то такая странная... Когда она с женщиной не осознавала, это чистая правда, и, похоже, даже замужество, это просто подказать мне фамилию. Замужество? Да. Она вышла замуж, приедет при дворе, ее брат-король. Если мне не изменяет память, 1447 год. А, то есть уже после смерти? Ну, после, так сказать, когда на костер зашла некая дама, то ли, по одной версии, одна из подлежащих сражений ведьм, тогда копилось много, то ли некая монахиня, увлеченная в лесбийской любви, увлеченная в лесбийской любви... Чем дальше в лесбийской любви больше другое. Позвольте, мы еще раз попробуем включить лабораторию Эспирита.нет, а потом вернемся к тому, кто же все-таки сгорел на костре, и что от того человека осталось. Если можно, я хотел бы, чтобы лаборатория Эспирита.нет снова вывела нас на связь с Жанной Дарк. И мы снова в студии, а у нас на связи сама Жанна Дарк. Ух, тяжело. Почему вы все время вздыхаете так тяжко? Ах, Григорий, это все из-за доспехов, которые ношу уже подумать только почти 600 лет. Да, я прожила немного и большую часть своей сознательной политической жизни, носила мужскую одежду и доспехи. Так мне повелел сам Господь. Ходят такие слухи, что вы вроде как мужчина. Это ведь и ваш воинский пыл, ну, отчасти объясняет. Да, теперь я впрямь вижу, что вам до святого, когда шампаник вверху седлом. Это правда. Я удивила герцога Лансонского и других придворных тем, что великолепно знала воинское дело и держалась в седле. Но между делом я все равно оставалась достаточно женственной, несмотря ни на что. А что там насчет воинского пыла? Шашку на голо и все прочее? Довелось святой мученице чью-нибудь голову с плеч свалить? Я не могла убивать. Орлеанская девственница не запятнала свои руки кровью. Хорошо. Если мы уже совсем без стыда и на чистоту вынужден спросить, до конца ли своих дней вы соответствовали вашему прозвищу Орлеанская девственница? Григорий! Все эти слухи связывались с тем, что Франция вновь начала нести поражение в боях. А значит, я потеряла свою чистоту. Но правда в том, что Бог хранил меня вплоть до самого Руанского костра. Я была так чиста и непорочна, что, говорят, огонь даже не смог уничтожить мое сердце. В куче золы его нашел один из солдат. Простите, мадемуазель Жанна никак не хотел ваши старые раны разбередить. Студия. Спасибо, Григорий. Мне кажется, что это вот интересная здесь Григорий и информационная матрица сознания Жанны Д'Арк интересно подхватили эту тему. Мужчина и женщина в мужском костюме, тяжесть ношения мужского доспеха, костер, сердце. Изображения Жанны чрезвычайно разнятся. Высокая брюнетка с пышными формами, Мила Йовович. Можем ли мы хотя бы предположить, какой была, ну, как выглядела человек Жанна из Арка? Ну, словесные описания сохранились. Ни одного портрета, разумеется, нет. Потому что вот тот портрет, который нам показывали первым на полях рукописи, его сделал один из парижских чиновников, только услышав о победе под Орлеаном. То есть, возможно, потом он Жанну и видел, но тогда это была некая фантазия на тему Жанны Д'Арк. А словесные описания достаточно сжатые. Что Жанна была высокого роста, что она была темноволосой, может быть, брюнеткой, может быть, с темнорусыми волосами. Что волосы ее были пострижены под горшок вот все то время, когда она уже была не крестьянкой, а политической фигурой. Ну, и некоторые писали также о том, что она довольно изящно сложена, и у нее красивая грудь и приятный голос. Вот на этом все. Но, как вы понимаете, в это вписывается множество вариантов. Портрет почти любой женщины. И горбоносый нос, и смуглая кожа, и белая кожа, и зеленые глаза, и карие. То есть, толком мы не узнаем. Два маленьких уточнения. Первое. Рост ее мы знаем. Метр пятьдесят восемь. До смехи сохранились. Второй очень любопытный момент. Понимаете? А как же быть с тем, что современники рассказывали о том, что она была выше среднего? Есть очень интересный эксперимент психологический. Если предложить фотографию одного и того же человека, сказать, что он преступник, и что он, скажем, академик, почему-то оценяя его как академика, ему прибавляют в среднем три сантиметра. Роста? Конечно. Ага, то есть, героиня того же роста окажется выше. Конечно, естественно. Во-первых. Во-вторых, в те времена люди были поменьше. Средний рост мужчины во Франции был, если не ошибаюсь, метр шестьдесят два. То есть, она оказалась крупной для того времени. Но, по крайней мере, не мелкой. Ну, для женщины действительно высокий рост. Второй момент очень любопытный. Ведь мы сейчас волей-неволей, даже в ходе обсуждения, говорим не столько о реальной исторической фигуре, сколько о некой мифе, который преобразуется в каждую полку по-своему. Конечно, было бы приятно встретить кого-нибудь из современников, чтобы он рассказал нам, как он встречался. А он рассказал вам очередной миф, уверяю вас. Сейчас у нас есть... Скорее всего, есть такой очень важный миф. Смотрите, ведь миф может быть не только великолепным, не только красивым, он может быть отвратительным. Вольтер говорил Жене Дарк гадости. Но он тоже жил в том же метрологическом поле. Ну, он обо всех говорил гадости. Естественно. Я просто говорю о том, что Жанну Дарк можно приедать таким образом. Поскольку мы в прямом эфире, давайте позволим зрителю задать вопрос. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, и сразу задавайте вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Никита, и я хотел бы задать такой вопрос. Существует мнение о том, что Жанна Дарк сломала свой меч о спину одной из проституток, которые ходили к солдатам в лагере. Это правда или нет? Какая прелесть. Прекрасно. Спасибо большое, Никита. Вы подбавили нам каких-то положительных эмоций. Конечно же, это не имеет никакого отношения к истине. Вот интересно. Черт, жалко, что Никита, что уже отречили Никиту. А кто его знает? Сломала меч, и в смысле, и больше не смогла воевать. Ее меч оказался сломлен. Ну, вообще, сломать меч, а человек, иначе я бы не взялся. Да, это слишком большая сила нужна. Да, да, да. Ну, героическая Жанна, однако. Это же просто великаншивый случай. И какая крепкая проститутка заняла. Не говорите. Как ее не лупили мечом, и сломалась та меч. Потому что не было сказано о том, что проститутка от этого скончалась. То есть, видимо, она вышла. Вот здоровая девица. И засмеялась, и пошла. Хорошо. Но за нравственность Жанна действительно боролась. За нравственность боролась, да? Не только свою собственную, но и... Естественно. Ну, вот, например, еще до того, как она отправилась к Дофину, к наследнику французского престола, она посетила Карла Тарингского, ближайшего такого владетельного сеньора. И он спрашивал Жанну, в том числе, о том, как ему поправить свое здоровье, поскольку был человеком немолодым и очень больным. И Жанна сказала, что до тех пор, пока он не перестанет блудодействовать и не вернется к своей законной жене, а Карл Таринский практически открыто жил с любовницей, ни о каком здоровье она с ним говорить не будет. Вот такой красноречивый пример. Интересный, да. Для человека, считающего себя святым и говорящим как бы от имени Бога, учитывая христианские нормы Средневековья, это вполне логичная позиция. Естественно. Совершенно естественная. И даже изгнание проституток, пусть не ломая о них меч, она действительно неоднократно осуществляла. Это действительно было, да? Она неоднократно подлазно оставляет на путь добродетелей самих воинов и владельцев сеньоров. Это все имело место быть. Почему добродетельные сеньоры относились, тем не менее, к ней серьезно? Ну, представьте, вот сегодня придут к какому-нибудь там губернатору и скажут, не с тем живешь. Простите, то, что вы говорите, доказывает очень простую вещь. То, что она была отнюдь непростолюдинкой. Начнем с этого. Не говоря о ничем другом. Пришла какая-то очередная ясновидящая. Да их толпы ходили по Франции. И говорят, ребята, я хочу к королю попасть. И что, я сразу пройдет к королю? Очень сомнительно. Там и была достаточно серьезная история. Еще один очень важный момент. Ведь, правда, Франция ее ждала. Это же очень важный момент. Она легла идеально в матрицу. Вот той народной святой. Да, я понял. Лен, как... Пророчество было, но все-таки вот как же она на самом деле появилась в истории? Пророчество о том, что Франция будет победить, если ее возглавит девственница. Ну, или... Это прямая альюзия к Марии, к Богородице. Да, Ева, Мария, Франция. То есть, некая новая Богородица, да. Да, конечно. Новая Богородица, в Франции. Как бы некая воплощающая... Итак, Жанна появилась вкратце в нескольких словах. Сначала Жанна отправилась в ближайший к ее деревне город Вокулер, как мы бы сейчас сказали, в областной центр. Там ее первоначально не приняли, но поскольку она была настойчива, вела чрезвычайно благочестивый образ жизни и ни разу не усомнилась в своей миссии, всем рассказывала о том, что она пришла спасти Францию, то где-то через месяц общественное мнение переменилось, и комендант Вокулера отправил ее к дофину, к наследнику престола, который уже называл себя королем. Но поскольку он на самом деле не был коронован так, как надо, а в средние века короля очень важно короновать как надо, то есть в нужном месте, при помощи правильного священного Илея, соблюдая все церемонии и так далее, то есть Жанна прибывает к французскому королю Карлу VII в замок Шинон, но принимает ее далеко не сразу, потому что сначала приходит весть о ее прибытии, затем на заседании Королевского совета разворачивается дискуссия, стоит ли принимать вот эту вот девицу, которая неизвестна, то ли святая, то ли не святая. Но в конце концов ее ненадолго отводят для беседы к священникам, священники говорят, что греха они в ней не обнаружили, святой водой окропили, молитвы прочли, то есть это уже не явная посланница дьявола. Дальше Жанну принимают на заседание Королевского совета, где присутствовала человек 20-25, известна легенда, что якобы Жанна узнала Карла VII среди придворных, но вот очевидцы... Да, в толпе, что якобы сначала показывали другого человека, но она все-таки сказала, что это не король, а король вот стоит в другом месте. То есть вот эта процедура доведения Жанны до дофина, да, она совсем не была вот такой, как миф рассказывает. Пришла Жанна, хлопнула дофина по плечу, сказала, пойдем по воюям. Жанна сама на это надеялась, но не вышла. Это было еще проще, когда ее привезли к дофину, вот тут-то она ему сообщила, чей он сын, и укрепила намерение сдаться королем. Хорошо, да, это... Хорошо, вот теперь расскажите мне, почему человек, чьи позиции были так крепки, и чей авторитет был так высок, почему вдруг общественное мнение полностью переворачивается, и почему этот человек заканчивает жизненный кастер. А кто вам сказал, что он перевернулся, общественное мнение? Оно не было единым никогда. Французы никогда, во-первых, не было единым, а во-вторых, французы в основном, в массе своей, никогда от нее не отступались. Ужасно-то пошло. Просто было же нужно поставить... Но ее же предали. Да, ну конечно же предали, захватили в плен бургундцев, которые никогда не были подданными французского короля, простите. И уже совершенно честно, вполне благородно, за 10 тысяч ливров передали ее англичанам, союзникам. Да, что для того времени нормально. Абсолютно нормально, нет, абсолютно нормально. Она вела себя как мужчина, нет, практика продажи пленных, она абсолютно нормальная и совершенно этична. Кстати, даже Жильдере, благороднейший человек, он вешал тех пленных, которые не могли уплатить, основного выкупа. А которые могли уплатить, тех отпускал. Тех отпускал. Это была нормальная практика. Удобно. У нас есть телефонный звонок, представьте, пожалуйста, сразу задавайте вопрос. Очень время. Здравствуйте, меня зовут Антон, у меня вопрос. А насколько сильное влияние Жанна оказывала на короля Франции, и можно ли сказать, что она через него управляла страной? Спасибо. Ну есть такая версия, но вообще, если мы идем именно с точки зрения источников, то отношения у Жанны с Карлом VII были скорее натянутые, потому что уж слишком она была авторитетной фигурой, да, слишком много места ментально занимала вот в этом вот пространстве Франции. Собственно, что мы знаем о Жанне Дарк, что она сделала для Карла VII? Первое, что она сделала, это она сняла осаду со стратегически важного города Орлеана, который к тому времени англичане осаждали уже полгода, и миссия Жанны, она явилась действительно спасением для этого города. Но Карл VII не приехал в Орлеан после этого, демонстративно не приехал. То есть Карл VII был скорее заинтересован в том, чтобы как-то убрать... Именно. Он предлагал Жанне отдохнуть, а не идти на Реймс. Она его очень долго упрашивала. И после Реймса военные действия были прекращены. А потом она даже воевала на свой страх. В Реймсе было очень важно короноваться. Реймс был традиционным городом коронования французских королей. И чаша с елеем, которая использовалась, была той самой, из которой мазали елеем. Еще Хлодвига. Еще первого королей, да. Первого королей Хлодвига. Хорошо. Мы говорили о том, что подлые бургунцы продали ее... Честные бургунцы. Честные бургунцы продали ее. Да, это нормально. Честно продали ее англичанам. И вот, ну, окей, я уже чувствую, что сейчас мы взорвемся. Но официальная версия Жанны Дарк выглядит вот так. Легенда прелестная. Да, очаровательная. Легенда, но легенда от начала до конца. Начнем с того, что просто британцам нужно было дезавуировать любой ценой. Сам подвиг Жанны Дарк. Сделать вид, что она вовсе не является той фигурой династической, которой она являлась. Для чего ей был, собственно, процесс нужен? На костер же взошла некая женщина с закрытым лицом. Есть разные версии, куда она делалась с Жанной. Известно, где она находилась. Не во время казни, а до 1442 года, после смерти, если угодно. Она говорит, в заточении, почему ее просто пустили? Она была не нужна уже. В заточении где? Территориально? Территориально на территории Франции. Они на нее возили в Англию, но на территории захвачены британцами в то время. Но война шла к концу, и не без помощи Жанны, кстати. Это был очень важный момент. Потому что общий национальный подъем, он сделал просто невозможное установление британской части династии. Так она и была невозможна. Почему? Долго она была, реально, абсолютно. Мнение всех авторитетных. Версия историков состоит в том, что невозможно было, на самом деле, существование той двуединой монархии франко-английской. Что патриотический подъем, конечно, когда появилась Жанна, он возрос на порядок. Но он был и до этого. И, вероятно, если бы Жанны не было, то процесс, он шел бы в том же направлении, но, может быть, не так интенсивно. То есть Жанна Д'Арк не поменяла историю, она просто придала ей, ну, что называется, ускорение. А что касается костра, то, ну, конечно, каноническая версия историков, которой придерживаются профессионалы, состоит в том, что именно Жанна сгорела на костре, потому что для англичан было жизненно важно ее уничтожить. И они для этого сделали все. Они даже организовали образцовый, по мнению инквизиторов, процесс. Вот, если позволите, я сейчас включу еще одного собеседника. Это Юлия Андреева, писатель, автор книги «Двойник Жанны Д'Арк». Юлия, здрасте. Здравствуйте. Во время сожжения ее лицо никто не видел, лицо было закрыто. То есть там просто вот она была практически в бессознательном состоянии, она была ополена. Вот эта вот женщина, которую вы водили, что вообще Жанна была очень высокого роста для своего века, такого необычного, скорее, мужского силосложения. И женщина, которая сгорела на костре, была явно ниже ее на голову, а то еще и щенится. Кроме этого, пепел сожженный был разобран, и сердце находилось в такой масляной пленке, как бывает именно при отравлении определенном. Я вот сейчас не могу, естественно, назвать все эти препараты, я не врач, не химик. Спасибо большое, Юлия. Смотрите, получается, что женщина, которую сожгли, была сначала отравлена, потом усыплена, потом сожжена, и была на голову ниже Жанны Д'Арк, которая была... И к тому же сердце он не горело, обратите внимание. Сердце было окружно-масляной пленкой, а Жанна, значит, она была на голову ниже Жанны, которая была 158 метров... 158 сантиметров. А, уже метров, это интересно. 158 сантиметров, и того, значит, это было... В этой было, да, 140 что-нибудь. Нет, Саша, понимаете, развлекаться можно очень долго. Если мы с ней говорим, мне кажется, будет очередным, одночередно, демонстрация того, как велико поле мифов. Их, наверное, много, да? Король, реальная Жанна была представлена ко двору, потому что с другой именем, Д'Амбруаз, и король обнял ее словами. Девственница, сестрица, как хорошо, что опять вас вижу при дворе. Такой момент имел место быть. Андрей, вот смотрите... Очень сомнительно. Смотрите, версии... Ну, то есть, эта версия красивее других версий, я тоже за то, чтобы не жгли хороших девушек. Нет, нет, это менее красиво. Но вот что меня в ней смущает. Вот мы видим Жанну, которая мчится на Реймс неудержимо, не способная ничем быть остановлена. А вот мы видим даму, которая под фамилией Д'Амбруаз проживает при дворе, развлекается придворными развлечениями. И, в общем, особенно уже никуда не скачет. Не развлекается. И не учащая придворной жизни. Представляется королю и уезжает от двора. Она никогда даже не пыталась играть никакой исторической роли. И роль управления страной. Как раз поведение этой дамы очень хорошо укладывается в формулу. Она спасла Францию. Она исполнила свою миссию. Ее брат стал королем. Все в порядке. И можно уходить в частную жизнь. Люди того времени думали иначе, чем мы. Звоните нам, пожалуйста, в студию. Это было нелогичное поведение. Мне трудно задать этот вопрос впрямую. Как вы думаете, выжила Жанна или была сыщена? Но вот расскажите нам, как вам больше нравится. Потому что, мне кажется, вот в этом пространстве мифа, где мы с очень большим трудом можем пробиться к действительной правде. Мы можем пробиться только к более или менее правдоподобной, более или менее связной версии. В ней, как мне кажется, на форуме прекрасный вопрос. Нам до того, как программа записывается, как программа выходит в эфир, на форум пишут поклонники программы. Иван, город Москва, слышал, что сосуд с останками Жанны нашли на чердаке одной из парижских аптек в конце 19 века. А зачем же ее тогда в сену бросали? А почему не в Москве? Почему в Париже забросили? Безобразие. Треба московской находной Жанны Дарк. В любом случае, останки женщины, которую сожгли, тут неважно, расходимся мы во мнениях или нет, мы, наверное, солидарны в том, что их бросили в сену. Так что на чердаке они оказаться не могли никак. Нет, в этом я совершенно не солидарен с тем, что бросили в сену. Я просто предлагаю гораздо более красивую версию мифа. Некий потомок Жанны Дарк, принес ее в станки, брошенные в сену, ее не горячее сердце, в Москву, в составе армии Наполеона. Естественно, бежал, оставив их, или погиб. Их были найдены в подвале одного из московских домов. Прекрасно. В общем, Париж привлекать. Нет, даешь Москву, Жанна Дарк наша. И сокровище тамплиеров тоже у нас. Да, точно, ее сердце лежало на сундуке сокровища тамплиеров, верно. Там же, где золото партии, или в соседнем сундуке? Это бы в соседнем подвале. Это два раза в сундук, а я настаиваю. Вопросов на форуме полно и к самой Жанне Дарк. Я прошу лабораторию Spirit.net снова войти в контакт с информационной матрицей Жанны. Мадмазель Жанна, к нам на форум приходит много вопросов, и нам, как всегда, нужны ваши ответы. Снова допросы, как 600 лет назад. Да, я слышала, что у вас сейчас двоевластие инквизитерское, Попы и Гопы. Вторых, правда, не знаю, что-то новое. Ладно, творите, что хотите, божьи люди. Ну, ладно, приступим, помолясь. Арсений Андреевич, город Дубна. Вам какая экранизация про себя больше нравится? Между Милой Йовович и Инной Чуриковой. Кого выберете? Ну вот сейчас, спустя полвека моей молодости, однозначно Инну Михайловну выбирают. Хотя и в этой Ивововиче от меня что-то есть. Миленькая она эта Мила. Помню, вот в обители зла чертей-то она на славу гоняла. Да и мужчины к ней липнут завидные. Ой, да что это я? А, и правда, что это, мадемуазель Жанна? И еще вопрос, Геннадий, 15 лет. Как найти себя полководцу в наше время? В армию я идти не хочу, страшно. А войсками покомандовать охота. Хороший вопрос. Тут ко мне Наполеон раз заскочил, Windows переустанавливает. Слово за слово, а потом возьми да покажи мне World of Warcraft. Так я оторваться теперь не могу. Грешна, грешна. Сколотила там гильдию своих, ходим по материку, на еретиках левел качаем. Чего и вам советую, Гена. Отлично тонизирует все эти виртуальные бои. И никаких упалок жалов. С нами была, без сомнения, великая Жанна Дарк. Можно я вас поцелую? Напоминаю, что мы работаем в любом эфире. Звоните, высказывайте свое мнение о том, что вы здесь видите и слышите. И пишите нам на форум. Мы еще можем пока читать. Александр Алма-Аты. Не может женщина быть военачальником. Им это не дано. Ну, назовите женщин полководцев. Просто нет. Значит, либо Жанна не была женщиной, либо не была полководцем. Не была полководцем? Она и не была полководцем, простите. Так, так. Вокруг у нее был прекрасный совет. Возглавление все тот же самый. Прообразом синей горы бороды. Жильм-ДРС. Жильм-ДРС, совершенно верно. Великой маршалом Франции. Во всяком случае, он туда входил. Ну, может быть, не был главным, но не важно. Ну, по крайней мере, вроде бы он сидел на советах. Ага. И было множество таких украинного начальников. Она была, если бы угодно, таким верховным политруком в этой армии. Скорее так. Живым знаменем, скорее. Да. И живой иконой, я хотел сказать. В большей степени. Таким живым представителем Бога на земле. И одновременно сильной идеологией. Голиканство. Наполеон считал все-таки, что Жанна была полководец. Ну, он немножечко в этом плане заблуждался, наверное. Наполеон мягко заблуждался. А Наполеон, можно сказать, можно веселого. О том, что он считал. В частности, в его полковых самоканцелярии находились учительные карты французских энциклопедистов. Там не было карт России, а была та карта Великой Татарии. И прямо на Урале, эта Великая Татария ограничилась с Китаем. Так он представился с того, что он в Торксе. Нет, но если ближе к Жанне, то она не принимала решений тактических, полководческих. Все, что она делала, это она поднимала моральную службу. Безусловно, но она просто впереди солдат. Как правило, шла на любой штурм, на самые смелые акции. И был целый ряд примеров, когда солдаты уже готовы были отступить, а Жанна их возвращала. Но было невозможно и отдать. Конечно. У нас есть телефонный звонок. Представьтесь и сразу задавайте вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, сразу говорите. У меня вопрос. Пытались ли французы выкупить Жанну Д'Арка из английского плена? О, интересно. К сожалению, нет. Потому что она была категорически не нужна, если следовать исторической версии, Карлу VII. Она ему очень мешала. И когда она попала в плен, то наоборот. Официальный как бы рупор Франции, один из наиболее популярных проповедников, архиепископ Реймский, в своей публичной проповеди сказал, что Жанна сама виновата в том, что с ней случилось, потому что она всегда поступала по-своему и, цитата, никогда не слушала ничьих советов. Ведь когда Жанну захватили в плен в Кампьене, это произошло не во время официальных боевых действий, а когда она отправилась туда с небольшим отрядом своих сторонников воевать фактически на свой страх и риск. — Понятно. Англичане, которые должны были захватить Жанну и сжечь Жанну или спрятать Жанну, наверняка ведь тоже постарались каким-нибудь образом ее испачкать не только инквизиционным процессом. — Естественно. В истории есть целый ряд мифов о Жанне. Мы многих из них коснулись, но есть еще миф англичан о Жанне. И впервые эта позиция была высказана, когда Жанна под Орлеаном послала англичанам письмо с просьбой сдаться. Они ответили, что она колдуньей, распутницей, и никогда они ей не сдадутся. И вот в таком наиболее завершенном виде английский миф отражен в трагедии Шекспира Генрих VI, где про Жанну что только не сказано. Сказано, что она действительно колдовала, что она кормила демонов своей кровью, что ей явился дьявол в образе благородицы, который даровал ей не только силу, но и необыкновенную красоту и успеху противоположного пола. Что ее влияние на Карла VII было основано на личной интимной связи. И Карл VII именно благодаря этой дьявольской красоте влюбился в Жанну с первого взгляда. Там же сказано, что Жанна публично отрекалась от своего отца. Когда ее по Шекспиру вели на казнь, к ней подошел ее отец-крестьянин, и она как раз высказалась в том духе, что она не позволит марать своих венцуносных предков, представляя ей вот этого вот простолюдина. Ну и наконец, когда ее уже хотели казнить, шекспировская Жанна призналась в том, что она беременна. И пытаясь убедить судей не жечь, ее перебрала такое количество кандидатов на должность отца, что Шекспир заканчивает фразой «О, женщина, она сама не знает, кого винить, так много было их». Так что там такая Жанна. Это другая сторона маятника. Если объявляешь себя девственником, понятно, кем объявят тебя. Естественно. Разокромерно, да? Интересно, что вот эта женщина, становящаяся против мужского мира, подавленная, уничтоженная мужским миром, неудивительно, что сегодня Жанна Дарк такой традиционный символ феминиста, и всяких женщин, борющихся за женские права. Вовсе она не была подавлена мужским миром, а возглавляла его, вела его за собой, но с чем с этого. Конечно. И участвовала в политической истории, наряду с очень многими знатными, известными, образованными мужчинами, не хуже их. Здесь уже она пошла, сыграла роль в истории. Так что себя угнетенной не получается. Елена из Санкт-Петербурга пишет нам сейчас на форуме. Жанна Дарк доказательство тому, что женщины могут быть очень сильны духом, мужчинам, и не снилось, и не надо приписывать Жанне мужские черты. Их там нет и в помине. Но все-таки мужские черты у нее были. Люди придумывают самые невероятные идеологии. Феминизм не лучшая, не худшая версия фашизма. Одни люди лучше других, а других хуже по определению, конечно. Но, разумеется, нормальный женский фашизм. Он был очень сексуальным, просто всему. Можно ли считать, что Жанна... Тоже мне угнетенную нашли. Можно ли считать, что Жанна была тем, что позже стали бы называть феминисткой? Феминистка ни в коем случае. Она ведь никогда не боролась за права женщин. Ей в голову-то не приходило. Да нет, она просто себя к женщинам не причисляла в силу того, что любая женщина, становящаяся святой, она перестает быть женщиной. Это нормально для средних веков. Перестает быть человеком, да? В этом смысле да. Она остается человеком, сыном или дочерью Бога, но исчезает функция пола. Святой — это существо, для которого пол не главное, не важно, это женщина святая или мужчина святой. Да-да-да, совершенно верно. Кроме этого, все же очень просто. Она совершенно другими вещами занималась. Продолжение феминизма перед ней просто никогда не стояло. Хорошо, у нас есть звонок от телезрителей. Алло, здрасте, представьтесь, сразу задавайте вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, используют ли сейчас образ Жанны Дарка для религиозной пропаганды? Конечно. Конечно, я очень активно. Она же официальная святая католической церкви. С 1920-го года причем официальная святая. Почему в 1920-м году вдруг понадобилось канонизировать Жанну? Ну, Первая мировая война, всплеск патриотизма оживают все национальные герои из прошлого, в том числе и Жанны Дарка. Поэтому легенда о ней, так, как я была представлена официально, уже насчитывает какое-то время, почти 100 лет. Она стала все официальной, выросла в толщу народа. Французы восприняли также легенду о взятии Бастилии, другие сказочки из этой истории, как бы реальные истории. Ну, вот со всеми вытекающими последствиями. То есть, католической церкви было гораздо удобнее ее канонизировать, чем выяснять, почему сначала инквизиция осудила, а потом оправдала. Потому что оба процесса, извините, с участием прилатов. А все-таки, как вам кажется, почему сначала осудила, а потом оправдала? Я скажу жестко. Потому что святые отцы зачастую бывают такими же обычными политическими проститутками, как все остальные. Коротко. Кто нанял, тот и... Нанял, или в чем участвовали. Нет, ну в политических интересах инквизиционные процессы проводились довольно часто, и не только над Жанной Дарком. Сначала было выгодно и удобно объявить елитицей, имитировать сожжение, а потом, когда было понятно, что война проиграна, и с Францией англичане уходят, они согласились с реабилитацией. То есть, бедная орлеанская дева, жертва политического процесса. Ну, как и многие другие люди того времени. И жертва тоже, но, понимаете, когда называть ее жертвой, можно, опять же, в гораздо меньшей степени, чем того же Лидере. Вот здесь она жертва политических деяний, да, современников. Хорошо. Вот, смотрите, у нас осталось там совсем немного времени, у каждого из нас есть по две минуты, чтобы попытаться подвести итог. Почему спустя пять веков мы продолжаем помнить Жанну, говорить о ней, почему она продолжает вызывать очень жаркие споры, и почему... Вот картинки, которые крутились на экране, показывают, что ни один момент времени, прошедший от появления Жанны Д'Арк на, так сказать, на политическом небосклоне до сегодняшнего дня, ни в какой момент времени Жанна не была пустым символом или пустым звуком. Каждая эпоха аккуратно присваивала ее себе, какой бы она ни была. Почему этот образ так важен для нас, и почему он так постоянно присутствует в нашем успехе истории? Так она же очень удобная легенда, она же одновременно работает на разные пластызнания. Причем это же очень красивая легенда, почему-то красиво, появляется некая девушка. И в данном случае, опять же, ведь не важно, дочь короля или дочь беда реконселера. Что самое главное? Я бы сказал так, идея чистоты и святости, которая побеждает политическую силу. Сила в расспектах неправая, силу завоевателей, враждебную народу. И эта идея настолько сильная, что каждая эпоха может увидеть ее по-разному, по-своему. То есть тот самый вариант, когда инверсия культурного образа, выражается научным языком, пересмысление образа, возможно, очень легко. Даже в наше время. Или, пожалуйста, осквернение образа, почему всякие ахальники, типа Горького или Вольтерна, они не напускались. Потому что символ, который... Слишком яркий и чистый. Его энергия вполне достаточна для того, чтобы... Когда Вольтер Арал совокуплялся им конем, почему-то не соседки по имению, или монахи из-за днем монастыря. Спасибо. Потому что символ значимый, важный. Почему мы помним и думаем о Жанне Дер? Ну, наверное, потому что она была человеком по-настоящему выдающимся. Она ведь не просто носила мужскую одежду и делала мужскую работу. Она ведь и в самом деле во многом спасла Францию. Конечно, она не определила судьбу страны, но тем не менее. То есть Жанна оставила нам такую замечательную загадку, легенду о себе самой. И, может быть, даже и не надо докапываться до того, какой она была на самом деле. Потому что... Легенда слишком хороша. Легенда слишком хороша, и мы все равно этого не узнаем. Потому что даже те, кто писали о Жанне всего через полгода после ее появления под Орлеаном, они уже воспроизводили некий миф, легенду. А Жанна действительно символ чистоты. И еще для современного общества, для 20 века и 21 века, она хороша тем, что она классический пример человека, который может подняться над своим происхождением. Или социальными обстоятельствами. Человека, сделавшего себя самостоятельно. Она женщина, которая смогла реализоваться полностью в мужском мире. Она крестьянка, которую слушал король. Она не знала, как воевать, но тем не менее она... Одерживала победу. Одерживала победу. И удивительным образом оказывалась в ведущем в военном деле. То есть это прекрасный символ победы человека не только над обстоятельствами, но и над самим собой, поэтому он актуален для любой эпохи, наверное. Спасибо. Не было времени, когда бы Жанна Дарк была не кстати. Она была кстати для своей эпохи. Она была кстати, когда женщины начали бороться за свои права. Она была кстати, когда буржуа стали бороться за свои права в битве с благородными. Она была кстати, когда Голливуду потребовались яркие истории. Странным образом, Жанна Дарк остается с нами постоянно. И чем дольше мы несем в сердцах образ Орлеанской Девы, тем меньше мы можем узнать что-нибудь о том, какой это был человек. Человека нам полностью замещает прекрасная сказка. И даже если мы рассказываем разные сказки о Жанне Дарк, это одни другому... Одни сказки не мешают другим. Каждое воскресенье будьте с нами. Это была жизнь замечательных людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова